Всем привет! Некоторые люди хотят проверить, как работает версия Unreal Engine, которая находится в разработке. В данном случае последняя официальная это 5.3, но уже имеется 5.4. Она находится на GitHub. Для того, чтобы ее скачать, вам необходимо зайти на сайт официальной Unreal Engine, зайти в свой аккаунт. Далее вы находите вкладку Apps and Accounts, добавляете сюда свой GitHub и ждете на электронную почту, которая у вас привязана к своему аккаунту, сообщение, в котором вам будут присылать приглашение на вхождение GitHub данного Epic Games. То есть, точнее, вы сюда получите доступ в данном случае к Unreal Engine приватной части. И когда вы уже получите данное сообщение, вы должны будете подтвердить это, зайти в Epic Games и скачать необходимую версию. Здесь есть вкладочки, да? Вы можете покрутить и найти вам необходимую версию. В данном случае мы ищем... Мы ищем 5.4. Вот она. 5.4. Либо делаете клонирование, либо я обычно делаю, просто скачиваю, download zip. Закидывайте в то место, где у вас есть место. Давайте... Пусть это будет AE 5.4. Сохраняем сюда. Потому что, чтобы разархивировать данные, вот эту штуку всю необходимую, знаете, у вас объем, если посмотреть версии 5.3, да, допустим, он у вас там выйдет, ну, я не знаю, вот 43 гигабайта. Чтобы разархивировать уже из GitHub вам понадобится гигабайт 100-120 примерно. Ну, это... Это все примерно. Но при этом еще необходимо будет использовать Visual Studio для компиляции проекта. Пока у нас сейчас скачивается. Когда скачается, мы разархивируем и дальше посмотрим, что необходимо делать. У нас все скачалось. Все это весит 600 мегабайт. Теперь идем разархивируем папочку. И, естественно, что у нас получится, мы и дальше запустим. Так, разархивация подошла к концу. У нас получаются вот эти файлы. Нам необходимо, во-первых, сначала запустить файл setup.bat. Он начнет скачивать какие-то недостающие файлы. Ну и после того, как у вас все закончится, я, в принципе, это тоже покажу. Далее надо будет запустить generate project files.bat. И уже там сгенерируется файл, который необходимо будет открыть с помощью Visual Studio 2022. Минимальное вроде бы значение. Так что давайте приступать. Открываем. Допустим, лучше открыть с помощью имени администратора. И далее мы ждем, пока у нас все скачается. Теперь у нас получилось. Все сделалось. Открываем UE5 SLN с помощью Visual Studio. Ну, в данном случае она у меня сразу откроется. Берем, нажимаем правой клавишей на UE5 и назначаем в качестве запускаемого проекта. Далее нажимаем собрать. И ожидаем сборочку. Посмотрим, какие ошибки нам выдаст. Также здесь выбирается development server. И то же самое собирается. То есть, вы, по сути, если собираете тот же самый dedicated server, то он собирается с помощью данной сборки из GitHub. То есть, здесь все то же самое происходит. Нажимаем запуск. И ждем, пока оно загрузится. Если у вас выскакивают какие-то запросы на подтверждение, нажимаем подтвердить, разрешить доступ и так далее от операционной системы. И у нас запустится Unreal. Как вы видите, версия 5.4. Сейчас все загрузит и скомпилируется. Так, вот у нас открылось. То есть, мы можем уже создать какой-то проект, либо еще что-то. Нажимаем. Ну, здесь у меня, естественно, антивирус какие-то запросы делают. Так, создаем, допустим, от первого лица. Здесь у нас максимум масштабируемое. Как видите, даже есть русский язык. Вот, что-то интересненькое. Я не помню, что бы был на русском языке. Давайте, имя проекта у нас будет 5.4. Так. Так, спецсимволы, точка, нельзя. Естественно, что-то Blueprint. Стартовый набор нам не нужен. Давайте создать. Ну, вот, друзья, у нас все запустилось. И я прям в шоке. Русский язык. В некоторых частях даже написано, да? Смотрите-ка. Ничего себе. Если это реально так будет... Ну, естественно, я пока на английский все равно поставлю. Потому что... О, кстати, здесь есть какие-то дополнительные клавиши. Это что у нас? А это фильтры. Здесь мы можем... Ну-ка, давайте посмотрим. Паун. Так, Пауна нету. Да, стартплеер. Ну, прикольно. А, то есть это еще и можно сохранять, да? Ничего себе. Давайте несколько выберем. Так, это пусть будет у нас звуки какие-нибудь области в виде постпроцесса. Так, и вот оно формируется в грядочке, так скажем, да? Определенные. Прикольно. Это хорошая, кстати, задумочка. Ну, вот как здесь у нас тоже подгрузки и так далее. А здесь фильтрация у нас тоже самое работает. Теперь еще и в самой структуре мы можем фильтровать. Настройки редактора. Блин, мне как-то не по себе сейчас это все смотреть. Такое ощущение, что хочется на английский все равно перевести проект. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Так, да, кстати, смотрите, они ввели турецкий, французский, русский, португальский, польский, итальянский, испанский и арабский. Ничего себе. Здесь раньше был только английский, немецкий, японский и китайский, если я не ошибаюсь. А все остальные вот введенные. Но если что-то я неправильно сказал, поправьте. Так, вот, на английский мне как-то по душе и все. Я больше понимаю, мне такое ощущение. Все выглядит шикарнее. Ну, в общем, как вы видите, да, вот версия 5.4.0. Здесь у нас все настроечки. Сразу... Так, здесь у нас введенных каких-то вроде нету ничего такого. Если я не ошибаюсь. Если только какие-то дополнительные плагины еще ввели. В общем, надо смотреть все, что они там будут прописывать, когда эта версия 5.4 выйдет у нас в релиз. А на этом все. В общем, если что-то интересно, пишите в комментариях. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok